А это значит такая история, когда я пришел на это кладбище, на Лихачевске я убирался, обнаружил я свалку просто нарезанных бревен, деревьев. Я уже подошел и я анализирую, что это захоронение. И захоронение очень большое, очень большое захоронение. Я решил это откопать. Это просто реально деревья нарезаны, иначе деревья я извлек оттуда топором, там все с ножовкой. Дальше, не-не-не, это я восстанавливал, захоронение три дня. Дальше, это деревья, это сверху, дальше там был строительный мусор. Кирпичи, бетон, камни, просто эти могилы засыпали специально строительным мусором и сверху деревьями закидали. Я просто был шокирован. Это семья, семья Поповых. Там захоронено шесть человек. Мама, два брата, там и так далее, тетя. И у меня все на видео зафиксировано. Когда я это вот последний день, я все вот это очистил, просто такое ветрище поднялся, такая мощь, пошел дождь. Ну, такая пошла энергия, вибрация, души вылезли и пошли наказывать тех людей, кто это сделал. Вот, естественно, я, конечно, не ожидал. Я выложил это видео на канале, потом мне пишет один человек, мужчина. Он мне пишет, Антон, что ты сделал? Оказывается, это захоронение суицидников и одна бабка колдовала. Это захоронение засыпали специально с разрешением батюшки. Там церковь присутствует при кладбище. Это было очень давно, послевоенные годы. Значит, чем это они как бы анализировали, зачем они это сделали? Значит, засыпали два раза. То есть, типа, на захоронении начали там происходить какие-то странные вещи. То появляются котята, то гулы земли, земля шевелится, свечение там какой-то ночью. Они так, батюшки, что такое? Давай там это, давай засыпем. Ну, и два раза засыпали. И вот, ты представляешь, прошло сколько лет, и я вот это захоронение очистил. Вот это для меня, конечно, просто, я очень рад, что я освободил эти души. Они были просто придавлены вот этими кирпичами и деревьями. Я горжусь очень собой, что я это сделал. Недавно, недавно одна девушка, Наталья зовут, очень симпатичная девушка, очаровательная даже, я бы сказал. Когда я был в Питере, я сейчас ездил в командировку Питера-Выборг, она без меня поехала на Лихачевское кладбище, то есть, вот тоже к этой семье, там цветочки принесла, там убралась, покормила котика, там кот живет же на кладбище, не понимаешь, да? То есть, у вас уже есть поклонники, да, которые тоже, как продолжают ваше дело? Да, очень приятно, люди пишут в комментариях, вот это вот просто, знаешь, такая энергия. Люди пишут, Антон, мы ездили убираться к своим, еще убрали две могилы соседние. Блин, вот это просто радость для меня, на самом деле очень приятно, что вот так происходит. Антон, как вообще начал снимать видео? Как вообще пришла идея в голову создания канала на YouTube? Да, вот, смотрите, сначала я просто начал снимать для чего. Очень много люди мусорят на кладбище, убрали свое захоронение, в чужое раз скинули мусор, бутылки там вот это, все, банки и так далее. Я просто начал снимать, и чтобы люди увидели, ну пожалуйста, ну не мусорите, возьмите там мешок, ну отнесите, мусорка-то есть. Потом, потом я начал анализировать и осознавать то, что мое видео это некий транс и некая такая молитва. Ну то есть с помощью своего, да, наверное, дела ты тоже обретаешь какую-то целостность. Ты чувствуешь свою душу, получается? Ну я прислушиваюсь к ней, я делаю то, что я хочу, что, как бы, считаю нужным делать. Вот, и вот, и поняли, да, как я начал снимать, я просто начал снимать из-за того, что вот, просто мусор-то не, ну, господи, зачем это делать-то? А потом, да, это переросло уже в такое... Более глобальное уже. Да, 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 очень приятно, да, люди смотрят, пишут, мы созваниваемся, встречаемся мы, я ездил как раз в командировку, да, в Питер, к девушке, вот, она меня водила, мы ходили на кладбище, тоже с ней там посещали. И за хранение Цоя, там, и Михаила Гершинева, и там, группа Химер, это Эдуард Старков, это уже Выборги. Ну, то есть вот так вот, очень интересно. Да, естественно, я россиянин, я за бугром не был нигде. Мы сейчас просто находимся на Веденском кладбище, на котором есть даже участок Франции, юридический. Да, 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 естественно, ну, я это сто процентов, это так вот, что, что вот есть там документы, да, что это вот, это ихние, да, они выкупили вот эту часть земли, да? Не то, что выкупили, юридически она принадлежит им, а по основаниям захоронения. Ну, мы покажем, наверное, да, людям это? Я думаю, что да, мы покажем. Очень интересное захоронение, Анастасия. Авиационный полк Нормандия-Неман, вот он старший лейтенант, это офицер у нас Бруно, а здесь вот рядом с ним Сергей, вот, похоронен. Это фронт Белоруссии, вот, дата смерти 44-й, вот, у них один день. И вот у меня такая информация, то, что потом родные, как бы, сюда прибыли, хотели сначала их, ну, как бы, забрать, там, тела, а вот потом посмотрели то, что они вместе захоронены и оставили здесь. Ну, это у меня такая информация, вот, я слышал, что ты говоришь, что... Была, да, информация о том, что, якобы, перезахоронили их, но, судя по могиле, да, она ухожена, она все так же в цветах, и памятники стоят на месте. Я так думаю, что, возможно, какую-то часть, ну, взяли. А у тебя информация, то, что их забрали, да? Там несколько, да, что и в храм доставляли, в РФ, там, часть земли отсюда, праха там, вот, и надо смотреть, уточнять. Анастасия, вот, про цветочек, да, когда я хочу положить, цветочек поставить, значит, это вот это место будет, вот это захоронение, вот, я вот, я клянусь тебе, вот, как я определил, да? Естественно, там мячик лежит, я чуть-чуть краем увидел глаза, но я не стал там думать, то, что вот я сейчас там остановлюсь. Я иду, и вот так вот, и вот болтик мне попался, и он звук, звук издал, и я вот определился с захоронением, вот с этим. То есть, тут птичка расчирикалась, да, и оператор там мышкой испугался у нас. Так что, по-любому, это вот это захоронение, тут семья, да, ну, мы не будем тут уже рассказывать, кто похоронит, даже я заходить не буду, это с той стороны. Я вот так вот поставлю цветочек. Вот здесь, на самом деле, тоже ангелочек лежит, ему всего было два годика. Да, ну, вот так вот это происходит, грубо говоря, да, то есть я могу ходить-ходить, это может или спонтанно. Вот здесь вот прям мне как-то просигнализировано, то, что я на болт наткнулся, и вот, ну, вот так вот. Вот, Анастасия, хочу сказать, вот, просто поделиться собственным мнением, да, грубо говоря, вот у нас в Москве кладбище, исторически очень, да, ну, как бы они интересные, что Ваганьковская, что вот это вот Веденская, и вот идешь и как бы погружаешься, грубо говоря, в такую историю, историю, и, грубо говоря, погружаешься в такую сказку, и ты вот как бы наблюдаешь, что вот эти памятники, вот сколько они стоят, вот 906 год, да, вот это вот 1898. И, да, и очень поражает, на самом деле, качество, как раньше делали вот это, сколько стоит лет, и просто, ну, как будто поставили вот недавно. Как сейчас делают, они там пару лет стоят, все, они крошатся, этот некачественный, я уж просто в этом не разбираюсь, некачественный цемент или что-то. То есть раньше, да, раньше делали реально, вот как говорится, там, на века, грубо говоря, вот это поражает. На самом деле. Да, в принципе, как, ну, вверх, и хороший цемент идет, установка каменная. Мы, кстати, наша компания возрождает правильную качественную установку и создание памятников красивых на как раз-таки на века. То есть делается и правильная установка, и цементирование, и бетонирование. То есть сама ограда как таковая, это и есть сам памятник, мемориал. Между прочим, в Веденском очень много, да. То есть у вас такие модели, да? Да, у нас своя отдельно запатентованная конструкция. Очень интересно. Новая, этого еще пока мало. Мы очень надеемся, что этого будет больше, потому что и архитектурно они смотрятся, как мемориальные мини-комплексы. Они эстетичны, они красивы, эргономичны, удобны. Даже для того, чтобы следить за памятником самостоятельно, есть и скамейка, допустим, да, которая тоже заветонирована, и в ней можно хранить что-то. А скажи, они вот как вот это вот сделают? Это камень целиком? Это вот что это такое? Материалы разные, то есть это зависит от желания уже. То есть есть прямо из камня, да? Есть и гранитная крошка, и мрамор, и камень. Тут зависит только уже от желания того, кто хочет поставить. И есть плита мраморная, да? Ну, мрамор, да, он, конечно, это отдельная история, как вот, и по уходу. Здесь, причем, очень много мемориальных комплексов, и статуи именно из мрамора, за ним, конечно, тоже нужен уход. То есть в любом случае, даже за тем, что установлены века, все равно нужен уход. И даже вот просто почистить от того же мха. Почистить, да. Да, или вот буквально здесь у нас стоит, да, как, ну, тоже мемориальный комплекс, это часть исторического культурного наследия, которое сейчас на реставрации, на Веденском, это больше всего таких комплексов. А у нас, да, как у нас в этом плане, мы возрождаем искусство, красоту, установки красивых памятников и на долгие годы. На самом деле, хочу сказать и признаться, да, вот как бы впервые, да, встречая такую организацию, вы, на самом деле, большие молодцы, потому что, да, вот вы занимаетесь, как бы, как это называется, облагораживанием могил, да, делаете памятники. И причем вот самое важное, у вас вот как бы, у вас есть канал. Есть, да, у нас. Я смотрел, я на самом деле YouTube там не смотрю, да, там, я смотрю там какие-то музыкальные там концерты и так далее. Ну, вот я, естественно, смотрел ваш канал, интересный. Вот это, на самом деле, вот это тоже есть в этом какая-то, собственно говоря, энергия, да, то, что вы занимаетесь, вот у вас как бы фирма, грубо говоря. Ну, фирма, она сделана для того, чтобы, ну, работать, зарабатывать деньги, да, грубо говоря. Ну, а у вас тоже есть каналы, там, и исторические какие-то у вас есть серии, тоже там такие глубокие про… Ну, мы в этом действительно глубоко, нам интересно самим этим заниматься, нам интересно что-то возрождать, что-то придумывать новое. То есть не просто, да, что, вот так вот там предлагать какие-то свои услуги, да, там, поддиферироваться. Конечно, мы развиваемся, да, у нас новые… Вот это необычно, на самом деле, чем вы, естественно, мне… Мы развиваемся, да, и хотим расти. Я согласился принять участие, естественно, в ваших видео. Ну, нам тоже очень интересно, правда, и мы вот просто как пересеклись, можно сказать, опять же, в пространстве, в эпохе нового времени, и хочется привнести действительно что-то новое, не только с точки зрения развития интернет-сферы, да, IT-технологий, но еще и места памяти хочется добавить… Да, тоже, да, те же самые памятники для… Развития, да, какого-то. Здесь тоже у нас, Антон, как вот ты сказал, что не был где-то на других кладбищах помимо России, а это, между прочим, юридически земля Франции. Да что ты говоришь? Да, это памятник солдатам Наполеона, это пушки настоящие. Да, вот то, что насчет пушек, это факт. Да, и это вот прям такой, да, огромная такая стела стоит здесь. Это памятник солдатам Наполеона 1812 года, и юридически эта земля принадлежит Франции. Да, приходит посол, да, возлагает цветы, а вот, кстати, мы даже видим ленту, да? Да, повесили. Очень удивительная цепочка какая-то, необычная. А это вот что-то, вот я вот, я вот как раз и не могу понять, Анастасия, что за цепь? Это вот... Ну, это пушки, да, и это, я так понимаю, что корабельные цепи. Да, именно ты думаешь, что это цепи, как бы, примененные, да, для пушек? Я думаю, что да. Украшены, да, пушками, и она прямо по кругу вся. Так что, да, мы... Очень интересно, да, конечно, то, что вот как раз, да, и погружаешься. Один шаг, и мы во Франции. Если вам необходимо поддержать чистоту могилы ваших близких, где бы вы ни находились, то сервис по уборке захоронений «Эпитафия» к вашим услугам. Уборка участка, мойка памятника, комплексный уход за захоронением сделаем быстро и качественно. И, конечно, предоставим фотоотчет. Заказать услугу легко. Переходите на сайт, оставляйте вашу заявку.